Ой, в каких условиях живем? Диван бы поменять, ремонт сделать. Ну, на съемной квартире же живем. Может быть, завтра придется другую искать. Здесь контрольная дверь получит. Ой, хорошо бы. Вот домик мечты ребенок нарисовал. Хорошо бы, чтобы своя была. Семья Соколовских уже не первый год снимает квартиру и давно задумывалась о собственном жилье. Однако одно только слово – ипотека, как и многим, внушает страх. Мы давно, конечно, задумывались о покупке квартиры в ипотеку. Но многое останавливает. Собирать документы, потом ждать одобрения, а вдруг не потянем или с работой что-то случится. Чтобы понять, оправданно ли страхи наших героев, мы решили вместе с ними пройти всю процедуру оформления ипотеки. И первое, с чего начали, конечно же, выбор квартиры. Для этого отправляемся в агентство недвижимости. Здравствуйте. Мы бы хотели приобрести трехкомнатную квартиру не дороже 5,5 миллионов рублей. Добрый день. Я понял вас. Давайте сейчас мы определимся, будет ли это вторичное жилье или новострой. И, соответственно, я подберу вам объект. Мы бы хотели где-то недалеко от центра вторичное жилье. Хорошо. Я в базе сейчас гляну и скажу вам, что наиболее подходит по вашим параметрам. Семья Соколовских определилась. Квартиру будет брать на вторичном рынке. Хоть вторичное жилье и дороже, а новострой дешевле, но придется вложиться в ремонт. Да, вот этот вариант нам очень хорошо подходит. Да, я думаю, идеально. Ну, в принципе, если определились в этой ситуации, можно только сейчас понять, как вы будете приобретать. Это будет наличное или ипотека. Мы можем приобрести эту квартиру в ипотеку? Ипотека? Ну, отлично. В данной ситуации я хочу вам предложить подать заявку через наших партнеров, Сбербанк, и, соответственно, оформить ее непосредственно у нас в агентстве. Рассчитать могу предварительно прямо сейчас, то есть это займет несколько минут, да. И получить одобрение мы сможем после того, как подадим пакет документов в течение двух дней. О, отлично. Большинство банков работают напрямую с агентствами недвижимости. Прямо в офисе можно и квартиру выбрать, и заявку отправить на одобрение ипотеки. Удобно. Для подачи заявки на ипотеку через наше агентство потребуется минимальный пакет документов. Это ксерокопия паспорта, копия трудовой книжки, заверенная работодателем, справка о доходах по форме банка, либо два НДФЛ. При этом рассмотрение заявки займет всего лишь два дня. Сегодня семья Соколовских выбрала свою будущую квартиру. Заявка на ипотеку отправлена, остается только подождать. Таким образом, мы прошли только первый этап на пути приобретения недвижимости. Осуществится ли их давняя мечта о собственной квартире, узнаем совсем скоро. Дарья Панченко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.